Добрый вечер! Это проект информационной и психологической поддержки родителей Family 3. Меня зовут Анастасия Изюмская. Я сегодня буду хозяйкой этого эфира. И для меня большая честь представить нашего сегодняшнего гостя. Это Оскар Бринфье, основатель и директор Института практической философии Парижа. Наша аудитория может быть известна как автор книг для детей, как с ними разговаривать о сложных вопросах. И наша сегодняшняя встреча будет посвящена именно тому, как разговаривать с детьми. Сначала формат нашей встречи будет такого. Сначала Оскар прочтет лекцию, а затем мы будем задавать вопросы от слушателей. Я объявлю сбор вопросов. Оскар, добрый вечер! Добрый вечер! Я передаю вам слово, как же нужно разговаривать с детьми. Это вопрос, который бесконечно беспокоит родителей. Как надо говорить с ребенком? Это вопрос, которая всегда тормотит в сердце родителей. Нам срочно нужна таблетка и универсальные лекарства, которые решат все наши проблемы. Нам срочно нужна таблетка и универсальные лекарства, которые решат все наши проблемы. Я сейчас отвечу на этот вопрос, что? Я должен ответить на этот вопрос? Если хотите. Или мы можем присоединить вас к лекции. Если вы хотите, вы можете ответить на эту вопрос, а если нет, мы можем перейти на вашу курс. Очень часто, когда речь идет о том, чтобы что-либо делать, речь идет в первую очередь о том, чтобы избежать подводных камней. Потому что, на самом деле, мы знаем, что нужно делать. Как в отношении логики. Есть сторона логическая в человеческом существе. Но есть ошибки, в которых мы легко попадаем. И это так же в отношении логики. В основном, родители всегда знают, как говорить с ребенком. Но есть некоторые факторы, которые делают эту вещь сложной. Я хотел бы предоставить на ваше рассмотрение некоторые из этих. Потому что именно это и представляет проблему. Первый фактор, который представляет проблему, это нетерпение. Или факт того, что мы подавлены. Который часто принимает форму жадности. Мы хотим много, мы хотим сразу же. Есть китайский философ, который зовут Чуанг Цзи. Который говорит, что у человеческого существа, у людей, есть доступ к дау. Дау – это дух реальности вещей. Это состояние спокойствия. Это состояние спокойствия. Мы хотим, что мы хотим, и то, что мы не хотим. И есть преизбыток этих намерений. Такая связь с диалогом с детьми. Первое следствие, это то, что у нас нет времени. Или скорее мы говорим, что у нас нет времени. И мы верим в это. Это говорит о том, что мы не пользуемся временем, который у нас есть. Потому что время, мы его имеем. У нас оно есть. Потому что время, оно единое для всех. У нас 24 часа в сутки. Но это говорит о том, чтобы пользоваться этим временем. То есть, родители не будут, не пользуются временем. Чтобы в это время говорить со своим ребенком. Потому что родители слишком сильно беспокоятся, чтобы бежать. И думать о том, что диалог с ребенком, это не самое главное. И это я вижу у множества семей. Нет настоящего диалога. Таким образом получается, что родители и дети не обсуждают. Не общаются по-настоящему. Или обсуждают какие-то маленькие вещи практического назначения. Которые нужно срочно решить. Но не обсуждают более фундаментальные вещи. Вначале потому, что родители для себя не выделяют времени для того, чтобы задаваться важными вопросами. Так первая проблема, мы не выделяем время для того, чтобы общаться со своими детьми. Вторая проблема. Второе препятствие. Которая несколько связана с первым фактором, но отличается от него. Когда дети задают нам вопросы, соблазн отвечать им ответами, заготовленными заранее. Дать им срочно что-то, лишь бы дать. Чтобы просто для очистки совести. Л'enfant va demander, где-то мы идем после смерти. Отправляемся. Alors, selon les croyances du parent. Исходя из веры родителя. Он lui dit, tu iras au paradis. Ребенку начинают говорить, ты пойдешь в рай. Или просто говорим ему, ты никуда не попадешь. Ты просто больше не будешь существовать. Таким образом, получается, что мы отвечаем за 15 секунд. И все, потом заканчивается. Но мы не начинаем в этот момент устраивать диалог. В котором мы могли побудить ребенка размышлять. Существуют различные возможности. Существуются дилеммы, которые человек находится в очереди. Он ему дает небольшие ответы, которые приходят в голову заранее готовы. И тогда, вновь, мы не видим диалога. Мы могли бы сравнить это с едой. Если, под видом еды, ребенок будет получать от родителей чипсы. И вот таким образом будет подкармливаться. Вот, вот тебе на чипсы ешь, получай. Хочешь есть, получай. Вместо того, чтобы готовить настоящую полезную еду. Но это более быстрее, чтобы дать ребенку пакет чипсы. И так, это происходит для диалога. Третий преимущество. Не воспринимать ребенка всерьез. Мы находим, что это мило. Мой ребенок говорит, почему небо не падает. Мой родитель говорит, ой, как мило это. Мама appelle на grandмэр. Ты знаешь, что меня наш Димка спросил? Он спросил у меня, почему звезды не падают. Как мило. И для того, чтобы найти ребенка милого ребенка, мы можем понять, что мы находим своих детей милыми. А в какой-то момент это становится системой. Когда родитель соблазнен ребенком. И как всегда, когда мы соблазнены. Как в отношении любви между мужчиной и женщиной. Когда он соблазнен, мы не видим, кто перед нами. Мы просто в этот момент доставляем себя удовольствие. У нас есть желание, чтобы нас соблазнить. Это такое состояние приятного. И мы видим это, в принципе, с родителями. Мы можем это увидеть, родители, когда мы видим у них фотографии детей. Они все ремносят их с собой. И которые покажут вам при случае, обязательно все лучшие фотографии с детьми. То, что они ждут, чтобы все сказали, ой, какие же милые дети. Какие они чудесные. И, d'ailleurs, если вы не будете так реагировать на фотографии, которые родители будут показывать, тогда родители будут разочарованы. Потому что через образ их детей, родители хотят, чтобы ими восхищались тоже. Есть такое желание восхищения. Мы хотим восхищаться нашим ребенком. И этим самим фактом тоже получать свою долю восхищения. Если мои дети, какие милые мои дети. И если так, тогда в каком-то смысле я тоже милый. Это такое непосредованное восхищение. Какие-то, как я делаю какую-то работу. И мне говорят, это хорошая работа. И тогда они будут говорить, что я хороший. И вот у нас есть желание, чтобы наши дети были милыми. И вот когда дети говорят, их уже мы не слышим. И он будет смеяться. Он будет пинцать на жу. А в то время, когда он задает настоящие вопросы. Потому что разница между взрослым и ребенком, это то, что для ребенка мир, это нечто новое. Он обнаруживает мир, открывает. То есть он по-прежнему может быть удивлен. Л'адуле, в том же, как родители старые, и он не хочет быть удивлен. Дальше, даже когда его что-то удивляет, он хочет отрицать факт того, что его что-то удивило. Он aime bien dire, «Но, мне, это не удивляет». Нам нравится говорить, «Ну, меня это не удивляет». У нас такой классный вид. У нас видят людей, которые уверены в себе, когда мы говорим, «Нет, меня это не удивляет». Вот для Аристотеля и других философов, «Ла сюрприз», это начало мышления. Это начало знания. Если мы не удивлены, наш ум мертв. И быть удивленным не значит увидеть вещи невероятными. Или видеть невероятные вещи. Быть удивленным тем, что мы имеем во повседневной жизни. Например, я делаю этот вебинар. И я могу быть удивленным. Почему люди здесь собрались, чтобы меня слушать? Место того, чтобы отправиться в пятницу вечером поесть в хорошем ресторане. Плотово, чтобы смотреть хороший фильм. Дальше, большинство людей, если мы проведем опрос, предпочтут посмотреть хороший фильм. Плотово, чтобы слушать меня по вопросам диалогов с детьми. Я представляю себе, что некоторые люди меня слушают. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, я говорю сам собой. И а парогене и ладам, dont я не помню, но я не помню. Может быть, кроме Евгения, и дамы, которые я уже не помню. Может быть, мы с тобой только. Но, это не страшно. Ну ладно, не страшно. Но я могу мертвовать. Но, если у вас есть несколько людей, которые слушают. Ну, я могу мертвовать. Много больше, гораздо больше. Ну, они не сомняты больше. Ну, они не сомняты больше. Ну, они меня не дают. Вы забыли читать мою кошку. Вы забыли, что я еще не знаю, что мой кот. А, вот. Но я не знаю, что кошка слушает. Может быть, он ее беспокоит, вот эти шумы, которые она слышит. Но идея, это сомнение. Идея в том, чтобы удивляться. Мы можем удивиться, что мы живы. Что есть еще Вселенная. И, даю, я думаю, что это делает мир более интересным. Иначе мир обращается для нас рутину. Есть один французский философ, которого зовут Жан-Жак Руссо. Он говорил о глупости или имбецильности, если быть точным по термину Руссо, старости. Потому что мы уже все расположились в какой-то роли определяемой. В каком-то статусе. В какой-то зафиксированной идентичности. Дети наши удивляются тем вещам, которые не удивляют нас. И здесь у нас есть две возможности. Либо воспользоваться фактом, что они удивляются. И тем самым несколько помолодеть. Пrendre время для себя. Сделать усилия, чтобы несколько помолодеть. Или просто думать о том, как все это мило. И, как следствие, у нас есть проблема. Если мы находим ребенка милым, он будет действовать как следствие. И, как следствие, и иногда я смотрю на детей, особенно которые кружат вокруг мамы, они делают нечто похожее на какой-то регресс. Лучше, я работал в Пекине. У него был ребенок лет 10. Но он был с собой очень странно. Он был со своей матерью. Но он вел себя как будто ему 5 или 6. чтобы соблазнить маму. Он изображал милашку для того, чтобы привлечь внимание мать. Это значит, что в его голове, интрутивно, потому что это не осознанно, он понял, что мама хочет видеть маленького ребенка. Не рассудительного ребенка, с которым можно вступить в общение, в дискуссию. Это тот маленький ребенок. Но хочет маленького, малыша. О, он знает, по экспертаме, или в обзорах. Мы знаем по опыту, или наблюдая за ним, что чем меньше ребенок, тем он милее. Чем меньше малыш, тем больше мы готовы попасть от него в экстаз. И по мере того, как ребенок растет, мы в меньшей степени попадаем в эту экстаз. Младенец, только что народившийся на свете, вызывает всегда огромное количество эмоций. В 5 лет уже четко меньшее количество эмоций. В 10 лет, еще меньшее количество эмоций. И в 40 лет, если, конечно, этот ребенок не совершил невероятные вещи, вот, мы не сомневаемся. А меньшее количество эмоций в этой человеке. Если, конечно, мы не в состоянии влюбленности в этого человека. Alors, bien entendu, on peut comprendre certaines адмирации для ребенка. Мы, конечно, можем понять некоторые восхищения которые мы имеем в отношении детей. Но это желание, восхищение, представляет проблемы для диалога. Как и самым общим образом для диалога представляют проблему чувства и эмоции. Потому что диалог это нечто, что основывается на разуме. Д'ailleurs, в греке, впрочем, по-гречески, слово или речь на греческом будет логос. Но логос на греческом также означает разум. Это что и породило позднее слово логика. Но в греческом языке речь или слово и разум это одно и то же слово логос. Несмотря на то, что когда мы слушаем людей, мы легко понимаем что слово и разум это далеко не одно и то же. Речь, слова и слова людей часто малоразумны. Я это часто вижу в своей работе. Я веду консультации, провожу консультации с разными людьми. Например, я провожу консультации в парах. Либо индивидуальные в консультации, либо в парах. Либо в консультации родителя и ребенка. И мы ясно вижу вот это отсутствие рациональности. Я часто вижу на этих консультациях пара, которые они могут слышать, они не слышат друг друга. Муж говорит, я не согласен с этой женой. Я спрашиваю что она сказала. Я не знаю, но я не согласен. Вот. Существует инспособность к слушанию. Так часто проявляется неспособность слышать. По разным причинам, которые обычно относятся к эмоциональным порядку. Есть формы немного diferentes между родителем и ребенком. И цели разные. Но есть еще эта dificultе рациональности. Находя ребенка милым, но также и наоборот. находя его раздражающим. Потому что некоторые люди, которых я встречаю, рассказывают об этой тяжелой стороне их детства. Потому что они были детьми задававшими вопросы. и это наслаждало их родителям. Это злило взрослых и преподавателей. Это происходит часто, когда ребенок задает много вопросов. Взрослые возражения раздражения или он в нерешительности, не знает, что делать. Не знает, что ему теперь надо делать после этих вопросов. Например, серии вопросов почему. Некоторые родителям хорошо известна эта серия почему. Почему ты это делаешь? Он répond к ребенку. Он опять спрашивает почему. у вату куда ты идешь? Я в ды на улицу. Почему ты идешь на улицу? Чтобы совершить покупки. Почему ты делаешь покупки? Для чтобы есть. А почему едим? Потому что ночь мы умрем. И ребенок продолжает эту серию. и некоторые дети часто так делают. И много так делают. И родители таких детей не знают что им делать. И когда я провожу консультацию родителя и ребенка, родитель мне говорит. Я не знаю что ему сказать. Я говорю родителю ваша работа не в том чтобы давать ответ ему. Но воспитывать ребенка автономию, самостоятельность. Добавить ребенка к ответу самому. А дать и самому. И если он говорит я не знаю, он говорит это не страшно. Ты не обязан знать, но ты можешь выдумать ответ. Инвенте какую-нибудь причину. И если ты выдумываешь какую-нибудь причину, я тебе тоже свою выскажу. И вот тогда происходит диалог. Это не монолог. Но надо приучать ребенка, рисковать, вступать в диалог. Иначе он рассматривает родителя как маму курочку. Которая просто будет давать ему есть. Вопрос в том, чтобы поощрять ребенка быть самостоятельным. И затем, если у вас в обоих момент есть ответ, он научится уже тому факту, что есть разнообразные мнения. И что вы не обязаны быть согласны с ним. Он не обязан быть согласным с вами. И таким образом не будет споров. Он будет сравнивать наши различные перспективы. В этот момент появляется возможность сравнивать разные лодкости. Таким образом вы приучаете ребенка к диалогу. Но здесь есть препятствия, которые мы встречаем. Это как раз то, что у родителя у самого нет вот этой культуры диалога. Недавно разговаривал с женщиной. Которая говорила, что у нее есть проблемы со своим мужем. И проблема в том, что муж всегда знает. Достаточно ей что-нибудь ему сказать. Как муж сразу прерывает ее. Потому что он уже знает. Либо он знает, что она будет говорить. И ей уже тогда для него нету чем говорить. Либо она начинает и он сразу говорит ей, нет, ты ошибаешься. Но это он, который знает. Потому что на самом деле, поэтому вопрос узнает только он. Ну, и самоочевидно, что тогда женщина в беспокойстве, в тревоге. Потому что она не может достучаться, чтобы ее муж ее услышал. И ребенок, который смотрит на это, как пример у себя дома. Таким образом, он не научится диалогу. А родители должны осознавать это. Ко л'enfант regarde, что они делают. И это для них будет быть моделем. Стоит моделем, который будет следить. Либо это будет образец, которому ребенок будет следовать. Стоит моделем, который будет следовать. Либо это будет образец, который ребенок отклонит. Но это мы часто очень встречаем в подростковом возрасте. Маленький ребенок, ему сложнее отвергнуть семейную модель. Хотя некоторые дети могут даже в достаточно раннем возрасте демонстрировать отклонение этого образца. Он встретил даже детей пятилетнего возраста. И refusent каремену моделем parental. Они точно категорически отрицают этот образец, этот поведение, который дают им родители. И иногда они очень ярко против того образца, который родители предлагают ему. Но это может выражаться способом таким уклончивым. Я вспоминаю, например, девочку пяти лет, которая говорила с моей матери, в нашей дискуссии, я знаю, что ты меня не любишь. Ну, естественно, что мать устроила скандал. Она говорит, как ты вообще можешь разговаривать так? Она была оскорблена. Я сказал матери, Вот как раз в этом, собственно, и состоит проблема. Ваша дочь пытается с вами говорить. Но вы не можете слушать ее рационально. И вот почему она думает, что вы отвергаете ее. Мы видим, что вы не понимаете, что вы не понимаете, что вы не понимаете. Очевидно, что вам сложно принимать вашего ребенка таким, какой он есть. Если ваш ребенок говорит вам, я вижу, что ты меня не любишь, вы не понимаете, что вы решите проблему, если будете возмущаться. Но скорее, если будете слушать вашего ребенка терпеливо, в интересе он ему, в ему интересе он ему, но почему ты так говоришь? Скажи мне. Но если вы приходите в состояние возмущения, вы не penseете к вам. В этот момент вы думаете только о себе. О ваших чувствах. О вашей обиде. И больше ребенка уже не слышите. Вот некоторые предварительные заметки. Я надеюсь, что меня слушали несколько человек. И я не знаю, если есть какие-то вопросы родителей, на которые мы могли бы ответить. Во-первых, мы сейчас предложим задавать вопросы, потому что все терпеливо ждали. А кто-то спрашивает будет ли запись, потому что не все смогут дождаться завершения встречи. И благодарят, что эта встреча состоялась, и удивляйте, что она вообще оказалась возможной. И благодарят, что эта встреча состоялась. И почему она не удивляет? Видимо, они верили, что можно вот так сидя дома встретиться с Оскаром Бренифьер. Я вас пользуюсь служебным положением и задам вопрос первый. Почему философа заинтересовала такая очень узкая и очень практическая тема, и скорее из области психологии, нежели философии? Почему философы сеттит интересы в этом доме, в этом том числе, который будет лучше с психологией и философией? Дальше, есть первое, что нужно знать. В начале надо сказать, что первая вещь, которую нужно знать. Это что, до 19-го года, то, что до 19-го века то, что до 19-го века то, что до 19-го века и психология была просто ветвина от философии. И если появилось какую-то разделение в начале 19-го века, и если произошло какое-то разделение в начале 19-го века, где Фрейд является одной из главных причин. Это была попытка сделать психологию и науку. Но философия не науку. Это искусство. Это искусство мышления. Но психология стала скорее наукой. Хотя не все согласны с этим фактом. Наука, со своими цифрами, со своими опытами. То время как философия, это размышление. И какое практическое следствие из этого? Это когда мы обращаемся к психологу. Это такой терапевт. Это начинает означать, что у вас какая-то болезнь. Маладия психическая. И которая заставляет вас страдать. Ну и вы обращаетесь к кому-нибудь из психологов. Чтобы решить эту проблему. И вот это называется терапия. Но философ не терапевт. Философ, он не терапевт. Но мы можем считать, что в философии есть такая терапия. Хотя можно, с какой-то стороны, рассматривать философию как терапию. Это не является существом философии. Философия, это упражнение для ума. С той идеей, которая стоит в том, что мыслить, это удовольствие. Как заниматься живописью. Или играть в теннис. Можно сказать, что происходит терапия какая-то, когда мы занимаемся рисованием или играть в теннис. Но это не цель этого делать. Но это не цель этого делать. Но это не цель этого делать. Цель в том, чтобы выполнить упражнение, через которое мы будем самовыражаться. Мы будем упражняться. Таким образом, философия, это удовольствие от мышления. Не просто только потому, что это полезно. Но потому, что это радостно. Для Платона и других философов. Мыслить, это главный источник счастья. Множество людей несчастны. Потому что у них не получается, мыслить. Таким образом, они находят разные причины для того, чтобы жалеть себя, жаловаться. И они исключатся для того, чтобы не было возможности удовольствия, свои потребности. Но никогда не удовольствованы. Как бы ни было, эти потребности удовольствия, они хотят по-прежнему больше. Потому что у них не получается мыслить. Потому что у них нет доступа к некоторой мудрости. И когда мы философствуем, мы не обязательно будем решать проблему. Проблема смерти. И вот этот страх, который у нас перед смертью. Но мы не разрешим его. Но мы научимся об этом думать. И это, это что могут делать родители со своими детьми. Родители не терапевт. Он здесь не для того, чтобы лечить своему ребенку. Но он здесь для того, чтобы вести ребенка в диалог. Чтобы поразмышлять над фундаментальными вопросами. Чтобы научиться мыслить фундаментальные вопросы. И это есть философствовать. Нет ничего, что нужно лечить. Это упражнение, имеющая естественную функцию. Мыслить. Как любая творческая деятельность. Это упражнение, выполнение естественной функции. Которая состоит в любви к прекрасному. И в производстве формы. Вот. Спасибо, что позволили нам прикоснуться к этому прекрасному, к этому искусству. Но я не услышала ответа на свой вопрос. Почему именно вас интересовала эта тема? Это как будто вы спрашиваете у художника. Что вы хотите, чтобы художник вам ответил? Но все хотят, чтобы это было прекрасно. Но многие люди отказались от этого желания. Они не думают об этом прекрасном. Но они хотят, на самом деле. Если вы их спросите, то человек скажет вам, я хочу. Странный феномен, впрочем. Это то, когда я начал интересоваться тем, чтобы философствовать с детьми. Для большинства людей это было странно. Потом я написал книги. И эти книги были проданы в миллионах экземпляров. И здесь можно сказать, смотри-ка, это странно. Я говорю, нет, это не странно. Немного родителя пытается размышлять со своими детьми. Но он не делает это много. Он делает это только тогда, когда есть какая-то действительно проблема. Когда у него нет выбора. Но любой родитель делает это в некотором минимуме. Вопрос не в том, чтобы спросить у меня, почему я этим заинтересовался. Это естественно. Странно то, почему мы этим не занимаемся. Скорее бы надо спросить у всех этих людей, у всех людей, которые не вступают в диалог и размышления со своими детьми. Почему вы этого не делаете? Это же доставляет удовольствие. Это полезно. Это интересно. И потом вы делаете что-то для ваших детей. И большинство родителей скажет, да, это правда. Я должен это сделать. И тогда надо спросить у родителей, а почему тогда вы этого не делаете? Это для этого нужно сетонить. Это нормально. Диалог с ребенком. Диалог с ребенком. Быть в диалоге со взрослыми. Малереusement, мой матор Сократ, К несчастью, мой учитель Сократ, Его убили за это. Потому что он задавал много вопросов. И это всех злило. Это я очень хорошо вижу в своей работе. Когда я провожу у себя консультацию с кем-нибудь. Я задавал вопросы. Я побуждал людей размышлять о самих себе. А и об их жизни. Об их действиях. Об их отношениях. Рефлечить в норме. Размышлять естественным образом. Сократ говорил. Сократ говорил. Это говорит о том, что необходимо спросить себя. Куда мы идем? Что мы делаем? Что мы ищем? И я замечаю, что множество людей несчастных на самом деле. Они бегают весь день. Не знают, зачем. И тогда они чего-то хотят. Но деньги. Известность. Любовь. Л'утилитет. Польза. Но они на самом деле не знают. И часто, очень часто, они хотят слишком много. Это называется жадность. Мы можем быть жадными не только к деньгам. Некоторые жадны к любви. И им никогда недостаточно любви. Но они хотят, чтобы их любили. На самом деле, они не любят. И иметь, это дать. Но они хотят получать. Они хотят, чтобы их любили. И никогда не дают достаточно. И когда они получают любовь, у них не получается ее принять. Все эти проблемы. Все это типичное человеческое функционирование. Фей партия де л'эдукасион дл'enfан. И является частью воспитания ребенка. Так что, это нормально, чтобы обращать к ним такие вопросы. Это нормально, чтобы обращать к ним такие вопросы. Естественная потребность. Диалогировать с ребенком. Я надеюсь, что на этот раз вы сочтете то, что я вам ответил на вопрос. Если это не так, мы можем попробовать что-нибудь другое. Я не могу больше занимать ваше время, потому что очень много вопросов от наших зрителей, которые собрались в этот поздний час. Поэтому я уступаю им место. Я не могу больше вы сочтете с моими вопросами, потому что очень много зрителей встретились в 7 часов вечера, чтобы вас слушать. И я их даю мне место для вас задать вопросы. Д'accord. Екатерина спрашивает, какова специфика диалога с ребенком полутора-двух лет? В один год, проблема в том, что у него нет еще какого-то выражения речи. Все, что мы можем сделать с ребенком в один год, это такая интересная игра. То, что мы можем сделать, это какая-то маленькая игра, когда мы можем поставить его перед вызовом. То, поймать ваш палец, вы кружите ваш палец, ребенок понимает, что он должен его поймать. Вы ставите ему некоторую сложность, двигая таким образом палец. Это такая форма диалога. И позже, когда он научится выражать себя речью, это будет уже игра вопроса и ответа. Для этого необходимо, чтобы было некое владение речью. Но мы все равно можем организовать такой диалог, который мы могли бы назвать преразмышляющим. Игры руками, это еще пока не осмысленно, это инстинктивно. Но сегодня, есть много разных игр, которые мы находим в магазинах, которые могут представлять некоторые вызовы для ребенка. Дальше, есть игра, впрочем, которая мне очень нравится. Бон, один год, это по-прежнему для этой игры рано. Это игра, в которой есть коробка с дырами разных размеров. Разного рода дырами, в виде звезды, в виде круга, в виде квадрата, в виде треугольника. И ребенок должен найти форму, которая соответствует. И здесь есть такая работа, которую мы можем назвать пререфлексивной, до осмысляющей, которая, тем не менее, требует размышления. Это факт того, что необходимо найти соответствующие формы. Alors, là, если, для родителей, которые задают этот вопрос, надо, чтобы он различал два типа моментов со своим ребенком. Есть момент чувственный, когда вы гладите ребенка, или прижимаете его к себе, вы ломбрасываете, держите его на руках, обнимаете. Это чистое чувственное отношение. И есть моменты игры, моменты диалога. Вы учите таким образом вашего ребенка иметь другой тип отношений с вами. Это рапорт более рациональный. Но здесь есть некоторая дистанция, когда вы предлагаете ребенку вызов. И если вы проделываете такую работу со своим ребенком, естественным образом, когда его речь будет развиваться, вы будете строить диалог. И вы таким образом начнете действовать к созданию диалога. Но не нужно путать такого рода моменты с моментами чувственных контактов. Дальше, когда я принимаю ребенка, или родители, я всегда делаю первое, это разделить их. Натурально, маленький ребенок будет ссоться на родителей. И я говорю в этот момент родителю, ваш ребенок должен сесть по другую сторону от меня. И вам нужно его туда положить. И для многих родителей это сложно. И для многих родителей это сложно. И им с этим сложно. И это показывает одну вещь. Это то, что они с ребенком находятся по-прежнему всегда в эмоциональных, в чувственном контакте. Они не создали со своим ребенком другого рода отношения. Рационального отношения. Когда нет отношений, в которых нет необходимости быть плотно, плотно прилегать к своему родительству. Это зависит от возраста ребенка во многом. Вряд ли подросток решит забираться на ручке. Это зависит от возраста ребенка. Это зависит от возраста ребенка. Это зависит от возраста ребенка. Я не говорила сейчас о ребенке. Здесь как раз обратная проблема. Это зависит от возраста ребенка. Здесь, когда консультация ребенка-подростка, здесь устанавливать отношения надо с родителем. То, о чем я сейчас говорил, это касается детей до 8-9-10 лет. Для взрослого, ребенка, для подростка, это проблема скорее на обратном порядке. И, как раз по той причине, потому как не было основано рационального диалога. Donc, le rapport est toujours эмоциональный. Mais, c'est un rejet. С подростком, по-прежнему, эмоциональная связь, которая теперь выражается в виде отказа. Alors, le rejet, en soi, не проблема. Отказ, сам по себе, не проблема. C'est une étape naturelle de la croissance. Это естественная étape развития. Но, если рациональная связь, рациональная связь, рациональная связь, и не представляет проблем. Это рациональная связь. Тогда, отказ будет жестоким. И, там, есть проблемы психологические. И, там, это важно работать в диалоге и рациональность с ребенком. Иначе, мы заплатим за эту большую цену. И это будет выражаться в незрелости ребенка. Когда он будет подростком, он будет выражать себя через мерную эмоциональность. И, так сказать, агрессивно. И он будет агрессивен. Voilà. Татьяна, обращайте внимание, что однажды вы говорили, что с ребенком нужно говорить еще до рождения. А как именно? И как говорить с грудничком? Татьяна, вы заметили что у него вы говорили о возможности с ребенком когда он был в голове. Когда он был в голове, как он может говорить с ребенком и продолжать когда он был вновленный? Идея в том, что речь это необязательно содержание. Речь это также действие. Ребенок, когда находится в очреве матери, я представляю себе, но я на самом деле не специалист, что у ребенка в этот момент нет доступа к содержанию речи. Но у него есть доступ к эффекту, который производит речь. То есть ребенок слышит эту речь. И у этой речи есть тональность. И если, например, родитель кричит, или, например, речь родителя спокойная, это не имеет эффекта на ребенка, в утробе матери будет разным. Мы видим это даже на животных, которые не понимают нашу речь, но которые будут реагировать на тональность. Если ребенок, например, в эмбриональном состоянии, слышит вокруг себя все время крик, тогда это будет производить эффект тревоги на него. И, к тому же, мы знаем, что ребенок воспринимает чувственные ощущения матери. То есть если мать спокойна, ребенок воспринимает это спокойствие. И, например, есть речь, которую держит отец, которая спокойная, и вот восприятие ребенка матери, которая спокойная, и это будет производить на ребенка спокойствие. и спокойствие, которому это будет приводить, это залог к здоровому развитию. Мы это очень часто встречаем в китайской философии. Это озабоченность необходимостью спокойствия, в гармонии, в гармонии, в мир. И я думаю, что здесь есть нечто фундаментально важное. То есть речь, вне своего содержания, приводит к тому или иному эмоциональному состоянию. И это эмоциональное состояние позволяет или нет способствует или нет духовному развитию. Вот. Но идея присутствия речи, даже до рождения, мне представляется фундаментальной. Дотом плюс, что les parents, qui ont ce диалог, тем паче, в отношении родителей, у которых есть такой диалог, eux-mêmes se préparent они сами готовятся к диалогу с ребенком. С'ils savent prendre ce temps если они выделяют себе это время для того, чтобы друг с другом спокойно общаться. Можно таким образом говорить о том, что диалог подготавливается еще до рождения ребенка. Voilà. Вот так. Очень много вопросов с конкретными ситуациями. Но все они касаются одного и того же. Как строить диалог с ребенком? Максим спрашивает, как объяснить ребенку двух лет, что мне не нравится, как он обращается с моими вещами? Максим, паризон, demande, comment expliquer à mon enfant de 2 ans que je n'aime pas comment il traite mes affaires? Антонина спрашивает, как договориться с подростком, что нужно вовремя ложиться спать чтобы хорошо себя чувствовать? Антонина demande, comment on peut converser avec l'adolescent pour qu'il s'endorme à temps qu'il comprenne enfin qu'il se sentira mieux s'il s'endorme à temps? И таких вопросов еще много. Какие же, на ваш взгляд, основные принципы диалога с детьми разных подростков и есть ли возрастные особенности? А ainsi de suite, il y a beaucoup de questions de ce genre. Voilà, j'en déduis en question générale. Quels sont les principes de base pour construire un dialogue? Oui, alors, jusqu'à maintenant, j'ai traité les choses de manière un peu générale. До настоящего момента, я рассматривал вещи несколько в общем плане. Mais là, vous voyez, par exemple, les deux cas qui ont été cités sont quand même très différents. Вот смотрите, для того, чтобы сделать более конкретными, deux вопросes, например, qui ont été поднят et qui ont été совершенно разных направлений. On peut faire un lien. Можно провести quand même какую-то связь между ними. Mais le lien va être très général. Mais cette связь va être слишком общей. C'est comment à la fois se faire comprendre par l'enfant. Et cette связь va être comme comme d'avoir дать понять себя ребенку. Et comprendre l'enfant. Et понять ребенка. Il faut toujours aller dans les deux sens. Il faut toujours двигаться en deux направления. Alors, là, je vais essayer d'adresser les deux problèmes. Je сейчас постараюсь составить ces deux problèmes en supposant certaines choses. Предполagant certaines choses. Parce qu'en fait, quand je dois adresser de telle problème, surtout celui de l'adolescent, en fait, je dois discuter avec lui. Discuter avec le parent et faire discuter les deux pour comprendre ce qui se passe. et trouver une manière de traiter ce qui se passe. Alors, prenons l'enfant deux ans. Là, j'ai une description très limitée. mais une des premières possibilités que j'entends, mais une des premières possibilités que j'entends, si l'enfant dérange vos affaires, il y a une bonne possibilité qu'en fait, il demande votre attention. L'enfant ne sait pas toujours comment attirer l'attention. Alors, il peut le faire de manière positive. En venant vous voir. En vous parlant. Mais l'enfant peut facilement se sentir impuissant. Alors, il va peut-être même être irrité. Donc, il va comprendre qu'il y a quelque chose qui vous dérange. Et comme il voit quand le faisant, il a votre attention. il va le faire. Et on va le faire. Alors, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il a ? Il veut m'embêter. Il veut me dérange. Il est méchant. Il sait que je n'aime pas ça. Il le fait exprès. Il le prend un peu personnellement. avec le fait que l'enfant veut vous embêter, vous déranger. Mais il faut savoir que ce n'est pas un geste naturel du petit enfant. Et que très probablement c'est sa manière de vous dire qu'il veut attirer votre attention. Quand il dérange vos affaires, sachez traduire ce qu'il vous dit, zlit ça будет переводить его действия в то, ce qu'il veut. C'est un peu comme si votre enfant vous parlait en chinois. Il faut décoder ce qu'il vous dit. Donc, s'il dérange vos affaires, vous pouvez lui expliquer pourquoi ça vous pose problème. Vous pouvez lui demander pourquoi il fait ça. Mais ce sera difficile pour lui de répondre. Mais vous pouvez répondre à son attente en prenant du temps avec lui. Mais peut-être en lui expliquant aussi que s'il veut votre attention il faut apprendre à le dire. Si tu veux jouer avec papa, si tu veux jouer avec papa, dis-le à papa. Papa, est-ce que tu peux jouer avec moi? Donc, vous lui apprenez à dialoguer. Mais peut-être qu'il y a d'autres raisons, ça je ne pas savoir comme ça. j'ai donné une possibilité, la plus probable, la plus probable. Deuxième problème, celui de l'adolescent, qui ne veut pas aller se coucher, qui ne veut pas se se vous lui expliquer tout ce que vous voulez. Vous pouvez lui tout ce que vous voulez. Ce n'est pas pour ça qu'il va se coucher plus tôt. C'est une illusion de beaucoup de parents. De penser qu'en expliquant à l'enfant, pourquoi il faut se brosser les dents, il va se brosser les dents. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur. L'enfant, il est comme vous. Si on vous explique pourquoi il ne faut pas trop manger, ce n'est pas ça qui va vous empêcher de trop manger. Si vous êtes gourmand, vous allez trop manger. vous 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 l'ordre du désir. Alors on peut réfléchir dessus. Mais ne pensez pas que donner des informations ça va changer les choses. mais ne ne pas d'avoir d'avoir une certaine informe va fonctionner. Donc là il y a un double problème. Le premier c'est d'engager le dialogue avec l'enfant. première problème c'est de voir avec lui quel est le problème. De le comprendre. Qu'est-ce qui lui pose problème dans le fait d'aller se coucher. D'essayer de mieux le comprendre. Ça n'exclu pas d'expliquer certaines choses. Mais les explications ne remplacent jamais le dialogue. Et puis après vient l'aspect pratique des choses. Comment faire que l'enfant se couche. Il dorme. Il dorme. Et bien souvent les parents compliquent les choses. Alors à nouveau je ne connais pas le contexte de cet enfant. Mais bien souvent il s'agit de faire que ce coucher soit quelque chose de normal. Ce qui veut dire que l'enfant doit aller dans sa chambre. Et puis on éteint la lumière. Après cela s'il ne dort pas tout de suite. Ce n'est pas grave. Les choses viendront quand elles viendront. Mais souvent les parents compliquent les choses. Ils tombent dans le piège de l'enfant qui veut ceci, qui veut cela. Donc il s'agit simplement de dire voilà maintenant tu te couches. on éteint la lumière. C'est fini. Maintenant ce qui m'embête un petit peu c'est de dire ça comme cela. L'enfant là dont il est question peut-être que ce que je dis a déjà été fait. peut-être qu'il y a d'autres choses. Mais là je ne peux pas spéculer. C'est pour ça que dans mon travail on reçoit les personnes pour essayer de mieux comprendre le problème. Souvent quand il y a un problème particulier c'est qu'il y a d'autres problèmes derrière. Donc il faut comprendre la dynamique de ce problème. Entre parenthèses une chose que je devrais dire c'est que je reçois les personnes pour avoir ce genre de discussion une personne seule un couple une famille mais depuis quelques années que je viens en Russie j'ai formé quelques personnes nous avons une équipe maintenant en Russie les personnes qui sont intéressées peuvent me rencontrer avec un traducteur si il ne parle anglais mais vous pouvez aussi rencontrer mes collègues russ et je crois que sur le site du webinaire il y a les informations pour cela j'espère qu'on a saite webinaire il y a information mais nous 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 vous nous vous enverrons les liens avec toutes les informations aussi de l'enregistrement vidéo de cette rencontre mais l'important de ce que je voulais dire самое важное, то, что я хотел сказать, c'est établir un diálogo. Основать диалог. Часто сложности, как те, которые были описаны, имеют в себе причину сложности с обустройством диалога. Мы можем попробовать рассматривать какую-то частную проблему, но необходимость в том, чтобы вновь устроить диалог. Существует проблемы с ребенком. Часто проблема ребенка это то, что у него нет уха, которое бы его слушало. У него нет реального собеседника. Потому что родители не всегда знают, не всегда умеют, не всегда выделяют время. Дальше, это тоже, поэтому я делаю книги для диалогов с ребенком, dont некоторые которые переведены на русский. У него много вопросов по множеству тем, для того, чтобы помочь родителям вступать и проводить диалоги с детьми. avant-то, это не означает принимать все, что он говорит, но по меньшей мере, его надо понять. Два последних вопроса. Дальше. 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 между диалогом и вседозволенностью, спрашивает Лиза. Да, где происходит с френдом между диалогом и в состоянии где все, что это позволяет, это позволяет. Да, это очень сложно. Это очень сложно. Это, это парадокс для родителей. Такой парадокс родительского труда. Потому что, в самом деле, родители должны иметь две каскеты. Потому что у родителей, на самом деле, должно быть как бы два-две разные фуражки. Потому что сейчас я говорю очень много о диалоге. Но очевидно, что это не всегда момент для диалога. Если вы на улице в Москве перед каким-то большим бульваром, когда есть двигающиеся машины с огромной скоростью, и вы с ребенком трех лет, вы хотите, чтобы он дал вам руку. Это не момент, в котором вы делаете. Есть такая насущная опасность. Поэтому вы ему говорите оперативно, дай мне руку. И все. Или другой пример. У меня, например, три ребенка. Я вспоминаю, когда мой сын бил свою сестру. Есть момент, в котором я говорю, нет. Нет, ты не будешь так делать. Ты не будешь так делать. Ты не будешь бить свою сестру. И если ты будешь это делать, ты будешь наказан. То есть, в какой-то момент, в какой-то момент, в другом, можно подумать? Можно спросить ему, почему ты делаешь это? Но есть другой момент. Когда мы, как родители, наставим, мы учреждаем ценности. Мы говорим прямо, нет, ты этого делать не будешь. Я могу тебе сказать, почему ты этого делать не будешь. Дома никого не бьет. Вот так, у родителей есть эти две функции. И есть два типа злоупотребления, чрезмерности. И есть два типа злоупотребления. Слишком авторитарный родитель. Который все время дает команды. Того, что нужно делать, того, что не нужно делать. Это родитель командир. Милитарь. Всегда должен быть порядок. Делай вот так, вот этого не делай. Это душа ребенка. И тогда мы можем получить ребенка как результат, который рушится сразу на ровном месте. И не осмеливается быть самим собой. Либо ребенка, который гневит. И который возмущается и начинает бастовать жестоко. Но, с другой стороны, Левый вопрос. Обратный вопрос. Левый вопрос. Другая крайность. Это родитель-копин. Родитель-приятель. Родитель, который хочет быть другом своему ребенку. Он не говорит ему, что нужно сделать. Он будет с ним общаться. Но он никогда не будет установить закон. Я помню, когда у него была мэра в Испании. Она жаловалась на то, что ее маленькая дочь, 5 лет. Луи, она всегда умерла. Она постоянно нервная эстерика. И, в процессе обсуждения с ней, И, смотря на то, как она вела себя с твоей дочкой, Я увидел проблему. Видите? Это, видимо, Вы никогда не объясняли своей дочке Что главное, вы Вы общаетесь. И она много общалась со своей дочкой. Но она не прояснила для дочки реальности. Это реальность, которая состоит в факте, Что главное, это мать. Она не была подружкой своей дочкой. Она могла, и она могла диалогировать. Но, в конечном счете, Мама, это мать, она ответственна за все. Это мать, она ответственна за все. Она имеет больше опыта. Она имеет больше опыта. Она лучше знает. Она слушает свою дочь. Но она должна решать. И, когда она решает, Это закон. И, в конце концов, она clarifies это с своей дочкой. И, в конце концов, это было гораздо лучше. И, потом, все было гораздо лучше. И, sans с'en rendre compte, Но, без основания этого, И, в конце концов, У девочки была тревога. Потому что она не могла доверять своей матери. За мать не было достаточно благонадёжно. Чтобы как-то структурировать себя, У ребенка нужна структура. Думаю нужна такая хорошая, плотная структура. Ему нужна структура. Ему нужна структура. Ему нужна структура. Твердый структура. И, даже когда он жалуется на этот структура, Говоря родителям, ты несправедлив со мной. Он, тем не менее, нуждается в этом образце. Это как мы. Он peut се плэндр des луи. Можно жаловаться на законы. Но, несмотря ни на что, мы знаем, Что законы нужны всем. Когда у нас есть штраф, Потому что мы не соблюдали режим красного света, Мы не довольны. Мы протестуем. Но мы знаем, что красный свет необходим. Мы знаем, что мы должны подчиняться. Сан-кво это не будет хаос. Так, ребенок, таким образом, нуждается в порядке. Он нужна структура. Он нужна образец. Но, сегодня, у нас есть моды. Но, среди некоторых родителей, сегодня, есть такая моды. Может быть, в качестве реакции на собственное детство. У них были авторитарные родители. И они не хотят так делать. Но, таким образом, они попадают в обратный вопрос. И мне хватает авторитета. У их родителей был авторитаризм. Это-à-dire, у них был авторитаризм. Это было злоупотребление властью. И, тогда родители отправляются в противоположную красть. У него не хватает авторитета. И ребенок, он немного потерял. В семье, как и общество, нам нужна структура и правила. Нам нужна минимум авторитета. Так, есть момент для диалога. И момент для того, чтобы говорить, что закон, это закон. Это так. Если ты нарушаешь закон, ты вступишь в последствии. То, что называется наказание. И здесь не нужно бояться наказания. Но я заметил, что родители, которые боятся наказания, в какой-то момент, они в ярости. И тогда это уже не наказание. Это эмоциональная реакция. Которая может быть, впрочем, очень жестокая. И это так же и родители, по этой причине, которые колеблются между двумя крайностями. Соответственно, они не говорят, или они ничего не говорят, когда ребенок действует крайне глупым образом. И потом, вдруг, они не могут больше, они больше уже не могут, они злятся, они фрапят ребенка, а не в ярости. И там есть родители, которые колеблются между двумя противоположенствами. Которые не могут быть правильными, ни луны, ни луны. В то время как рассудительно не назовешь ни одну, ни другую крайность. Вот эта красная нить, на которую мы должны быть нацелены, с одной стороны диалог, с другой стороны закон. Это непросто. Но необходимо удерживать эти два конца одновременно. И последний вопрос. А на дерьярнер кэстюн. Светлана спрашивает, как вы относитесь к материалистической диалектике? И можно ли ее приемы, обсуждения противоречий, использовать диалога с детьми? Какой ваш рапорт с материалистичным диалектиком использует в диалоге с ребенком? Светлана спрашивает, с другой стороны диалога с ребенком. Светлана спрашивает, с определенным видом мира, который мы можем разделять, можем не разделять. Вот. Но диалектика, с aspect диалектический 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 aspect мышления, я думаю, что это необходимость. И, впрочем, я чуть раньше это объяснял. Потому что родители закона и родители диалога это противоположные функции. Закон не обсуждается. Закон – это закон. На латыни это звучит как дюралекс, седлекс. Закон суров, но это закон. В парламенте обсуждают законы. Но в обществе законы даются как необходимость к исполнению. И так же в семье. Есть закон уважения. Нельзя разговаривать непонятно как со своим родителем. Надо ходить в школу. Нельзя не отправлять своих детей в школу. И затем есть диалог. Тебе нравится ходить в школу? Ты хочешь ходить в школу? Почему? Почему нет? Вот здесь есть такое диалектическое отношение. Потому что речь о том, чтобы удерживать эти два конца противоположностей в один момент. В основном, в идее диалектики, оригиняя по Регель, поурсивяя по Марксу и по другим, порожденной Гегером, продолженной Марксу и другими, это идея, и для того, чтобы улучшить эти два конца противоположности, будет порождать превозмогание. То, что будет происходить далее. И для того, чтобы улучшить эти два конца противоположностей, и я думаю, что это как раз то, что происходит с ребенком. Он научится понимать когда наступает момент для того, чтобы вести диалог и момент, когда нет места диалогу. Есть правила. И правила нужно подчиняться. Это реальность. Может быть, это мне нравится, может быть, не нравится. Но это не важно. Реальность, она сурова. Реальность, с ней не торгуются. В этом случае, в деньгах, чтобы накормить себя, есть реальность. Мы можем жалеть об таком устройстве. Мы можем предпочитать другую систему. Но реальность такова. Их нужно денег, чтобы есть. И таким образом необходимо найти деньги. И таким образом, безусловно, нужно работать, чтобы иметь деньги. Это научение реальности. Д'ailleurs, есть такой переход в жизни ребенка. Очень важный переход. От 5 до 7 лет, в общем, от 5 до 7 лет. У нас идет от 5 до 7 лет. Это возраст, когда мы переходим от магического. Поэтик, метафизик. От поэтического, метафизического. Мы приходим к возрасту научному. Социальному. Логическому. Когда вдруг мы обнаруживаем реальность. И есть некоторая реальность вещей, от которой мы не можем никак ускользнуть. Дальше, у меня есть друг, который волшебник. Он мне объяснял. Он мне объяснял, что он не может делать фокусы с детьми. Потому что дети не понимают. Экземпель. Когда вы вытаскиваете кролика из шляпы. Для взрослого. Для большого ребенка. Для большого ребенка. Взрослый ребенок и взрослые понимают, что это нечто невероятное. Это необычно. Это ненормально. Это разрыв с тем, что мы воспринимаем как реальное. Но для ребенка 4 лет. Это не так. Если вы вытаскиваете кролика из шляпы. Как он реагирует? Он говорит, что он очень милый кролик. Он привлекает кролик. Он не понимает, что в этом есть что-то необычное. Он просто видит милого кролика. Таким образом, научиться мыслить, научиться вырастать. Это состоит в том, чтобы понять, что есть реальное. И эта реальность представляется нам как необходимость. Научиться вести диалог. Постараться понять. Но это также и воздействовать на реальность. Потому как разговаривая со своим родителем, ребенок обнаружит, что родитель меняется. Обычно. Если родитель умеет слушать, он лучше поймет ребенка. И то, что ему может показаться странным, будет казаться ему нормальным. Все родители знают это. Ваше ребенок делает что-то странное. Вы не понимаете. Вы дискутете с ним. Вы понимаете, что он делает. И в этот момент вы меняете свое мнение. И в этот момент ребенок обнаруживает, что он может менять реальность. Или вы отказали в разрешении. И он будет объяснять вам, например, почему он хочет этого разрешения. И может быть, вы поменяете мнение. Итак, конечно, действительность, она зафиксирована. Но также ее можно также и изменить. И здесь есть очень важная диалектическая связь между суровостью реальности и свободой, которая у нас есть. Властью, которую мы имеем. Изменить ее. Но если бы не было реальности, то эта власть бы исчезла. Весь мир был бы как большой зефир. Ооо, что все было бы вяло. Вот эти две функции важны. И это, это идея диалектика. В этом идея диалектика. Возьмите вещи каким-то образом и ее противоположным. Дальше, в книге, которые я выпустил на русском, есть книга, которая написана только по противоположности. И о важности мыслить противоположными. Это фундаментально важны для вас. Вот мой ответ по этому вопросу. Дальше, для тех, кто интересен, я у вас есть сайт. Вы можете пройти на мой сайт. Вы можете найти мой имя в Google. У вас будет ссылка, но вы можете найти мою имя в Google. И вы найдете на моем сайте множество текстов, которые я написал. На английском, на французском, на русском. И вы можете мне тоже написать через сайт. Вот, если вам интересно, вы можете найти мои видео на YouTube. Также есть у меня видео на YouTube. Aussи, в русском, в английском, в французском, в английском языке. И еще, последнее, что я хотел бы вам обозначить. Мы написали книгу по русским сказкам. Философские анализы русских сказок. Колобок, Баба-Яга, «Ле Поиссон Дорец». «Колобок», сказки про Баба-Яга, «Курочка». «Старухи, старухи» или «Золотой рыбке». Книга, которая была опубликована на МГУ. Книга, которая была опубликована на МГУ. Книга, которая выйдет на рынок в следующем месяце. Потому что я нахожусь очень интересным размышлять и анализировать традиционные сказки. И видеть в них философское содержание. И русские сказки особенно интересны. Спасибо большое. Прямо сейчас я отправляю ссылку в чат. Если кто-то хочет лично встретиться и ссылочка сейчас... Нет, это ссылка на возможность записаться на личную консультацию. Нет, это ссылка на личную консультацию. Д'accord, хорошо. Но в рассылке, когда мы будем отправлять письма с этой видеозаписью, мы отправим ссылку и на ваш личный сайт, конечно. Но для этого, чтобы вы отправили на вашу личную консультацию, что мы будем проводить для всех, мы увидим, на паре на видео, если все эти ссылки, которые здесь были concernены, что вы уже говорили. Д'accord, очень хорошо. Я хочу поблагодарить за эту встречу Оскар Бернифье. Я хочу поблагодарить Оскар Бернифье за эту встречу. А также Евгений Кипнис, благодаря которому мы смогли пообщаться. И также, благодаря Евгений Кипнис, мы смогли пообщаться. Спасибо большое, что были этим вечером с нами. Спасибо большое. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания.